Отопительный сезон в Забайкальском крае на волосок от фатального срыва. В понедельник на оперативном совещании в правительстве края доклад МинжКХ звучал словно набат. Возникает сложная напряженная ситуация в следующих населенных пунктах. В Укачача запас составляет 6 суток, Кличка Досатуй по двое суток, Петров Забайкальский 6 суток. В адрес заместителя председателя правительства Андрея Викторовича Гурулева направлено обращение и пакет документов для проведения КЧС и принятия решения о выделении угля из материального резерва Забайкальского края. В настоящий момент запас угля составляет 3 суток, причем возможная доставка от места размещения моторезерва до опорной станции Магойту составит около 5 суток. Сегодня брифинг в министерстве ЖКХ. Если коротко, все плохо, но под контролем. У нас был введен режим повышенной готовности на территории 14 муниципальных районов. И для предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации на территории этих муниципальных районов департаментом ГО и ПБ был приобретен запас топлива в размере 94 тысячи тонн. В настоящий момент ситуация на территории этих 14 муниципальных районов стабилизирована. Но при этом мы должны констатировать, что ресурсоснабжающие организации, у которых возникли эти трудности, в настоящий момент продолжают испытывать финансовые трудности в связи с тем, что им не в полном объеме были возмещены выпадающие доходы. В настоящий момент не возмещены выпадающие доходы в размере 1 миллиарда 800 миллионов рублей. В течение всего 2020 года мы анализировали состояние коммунальной инфраструктуры и проводили техническую инвентаризацию на базе Министерства ЖКХ. Средний износ коммунальной инфраструктуры на территории региона составляет 75%. Ремонтная кампания выполнена на 28%. И объективно мы можем судить о том, что незавершенная ремонтная кампания повлечет за собой рост аварийных инцидентов. Из регионального бюджета на ремонт и уголь пошло всего 300 миллионов рублей. Еще 649 миллионов придут из федерального бюджета. Спасибо министру Владимиру Якушеву и зампреду правительства Юрию Трутневу, которые посетили недавно Забайкальский край. Этот отопительный сезон, похоже, будет одним из самых тяжелых. Аварийность в пять раз выше по сравнению с прошлым годом. Очевидно, что без программы реновации теплосетей ситуация будет ухудшаться каждый год. В настоящий момент первый этап программы реновации ЖКХ, который состоит из 79 мероприятий на сумму 18 миллиардов рублей, прошел согласование с Фондом реформирования ЖКХ Российской Федерации и был рассмотрен специалистом Министерства строительства Российской Федерации. На выполнение плана может повлиять много факторов. От поздних заключений контрактов до очередной чехарды в назначении чиновников. Но план выполнить надо. Зиму, в отличие от министра, уволить нельзя. Вячеслав Бортнинский, Дмитрий Пенигин, ЗАПТ-ТВ